Их бросают на штурм. Там мужиков не останется. Сколько у нас должно погибнуть людей, чтобы занять три дачи в Угледаре? У меня вопрос по Авдеевскому направлению. Первая славянская бригада, там есть отряд шторм. Там добровольцы. Их всех без должной подготовки, то есть неделя, их бросают на штурм. Без ничего. Без артподготовки, без бронетехники. Идите штурмуйте. Они идут и это делают. Они лежат мертвые месяцами. Их не забирают. Там можно достать, но нет команды. Вытащить погибших. Они месяцами там. Те, кто выжил, их дальше продолжают бросать на такие же мясные штурмы. Там мужиков не останется. Те ребята, которые, извиняюсь, без рук, без ног, лежат в госпиталях, они не получили ни рубля. Ни они, ни их семьи. Их нет ни в базе Министерства обороны. Они подписывали контракт с Министерством обороны. У них нет ни личных номеров, ни жетонов, ни военных, ни билетов. Ничего. Вот кто они, что они. У нас такая же самая ситуация по поводу этого же направления. Точно так же ребят бросают. Нет ни артподготовки, ничего. Как хотите, выбирайтесь. Нет, не было ни артподготовки, ничего. Их просто кинули на мясо. Или считают все, что у нас вся Россия большая. Мы еще будем половину мужиков забирать. Еще одних, вторых возьмем, третьих. Нужна ответственность для командиров. Если у него большие потери при низких результатах, то здесь надо вопрос ставить вообще-то. Может, вражина какая-то. Может быть, он вообще работает на Украину. Сколько таких историй было, когда сливались наши карты самими военными. Сколько у нас должно погибнуть людей, чтобы занять три дачи в Угледаре. Это же государство объявило СВО. Правильно. А получается так, что объявил, а потом воюете как хотите.